Дневные новости на телеканале Краснодар в студии Аника Амелик. Здравствуйте! И вот о чем вы узнаете в ближайшие 10 минут. Новое жилье для пострадавших в пожаре на улице Российской. 49 семей получили квартиры от застройщика. Убирать не стыдно, стыдно жить в мусоре. Мы убирали бутылки, мусор, пластиковые пакеты. Все то, что оставили там люди. На выходных волонтеры избавили берег Кубани от загрязнений. Красно-черные против черно-зеленых. Сегодня пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Польза от самоизоляции. И у меня была идея сделать работы. Ну, руки не доходили. А тут вот сама судьба дала в руки вот это. Выставка краснодарского художника «Рисунки на стенах» пройдет в галерее «Артсоюз». Подробности далее. В ковидном госпитале краснодарские врачи провели уникальную операцию. Пациент поступил во вторую краевую клиническую больницу с полностенным разрывом стенки пищевода. Основная угроза такого состояния – смерть от потери крови. Эта операция достаточно редкая и проводится в единичных клиниках. Обычно подобная процедура выполняется эндоскопистом при ассистенции своих коллег. Однако, учитывая условия красной зоны, процедуру выполнял только один врач-эндоскопист Михаил Беспечный. Ассистентами выступали дежурные хирурги. Кроме того, определенные сложности возникли из-за надетых средств индивидуальной защиты. Несколько пар перчаток ухудшают чувствительность пальцев рук, а очки запотевают при длительной работе. Но, несмотря на все сложности, наши врачи успешно справились с поставленной задачей, и операция прошла отлично. Добрых людей больше. Они доставят продукты и лекарства бесплатно и прямо до двери. А юристы и психологи проконсультируют нуждающихся в их помощи. В Краснодарском крае вновь заработала акция взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы помогают пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам. Помощь осуществляют Общероссийский народный фронт, волонтеры-медики, Центр молодежных инициатив и команда «Молодежка ОНФ». Сегодня мы возобновили работу оперативного штаба «Мы вместе» на базе Общероссийского народного фронта. Сейчас собираем всех тех волонтеров, которые уже работали, а также приглашаем присоединиться новых. Присоединиться к акции можно на портале добро.ру. Для этого нужно перейти в раздел «Мероприятия» и оставить заявку. После прохождения модерации и обучения можно приступить к помощи. А если вам нужна помощь волонтеров, звоните по телефону, указанному на экране. Новые квартиры получили 49 семей, потерявших жилье в пожаре в доме на улице Российской. За свой счет их приобрел застройщик. Всего он должен предоставить 56 квартир. Сейчас в пострадавшем доме завершаются восстановительные работы. Идет покраска цоколя здания и уборка помещений. Многоэтажку снова начали заселять 14 октября. А 16-го жильцы всех 10 подъездов смогли вернуться в свои квартиры. Напомню, пожар в доме по улице Российской 267-6 произошел в ночь на 13 сентября. Огонь охватил почти 4,5 тысячи квадратных метров здания. Полностью выгорел мансардный этаж. Там располагались квартиры. 300 жильцов дома эвакуировали. Никто не пострадал. Но есть в нашем городе и такие конструкции, которые уже превратились в пережитки прошлого. Тем более прошлого незаконного. В Краевой столице начали снос более 400 незаконных построенных гаражей. Демонтаж металлических гаражей начался накануне. Ситуацию в своем телеграм-канале прояснил глава города Евгений Первышев. Подчеркну, мы сносим только те объекты, которые размещены незаконно, без документов. Как, например, 444 металлических гаража в ГСК номер 74 на улице Димитрово. Советский районный суд Краснодара обязал снести их еще в 2010 году. К работам приступили 19 октября. Освободить этот участок суд обязал еще в 2010 году. В 2019 году по заявлению администрации города был изменен способ и порядок исполнения судебного решения, в соответствии с которым администрация должна провести работы по сносу за свой счет с последующим возмещением средств. В этом году был заключен договор с подрядной организацией на выполнение работ. Завершить их планируют в феврале 2021 года. Чище становятся не только наши улицы и микрорайоны. Берег реки Кубань тоже становится чище. В минувшие выходные команда молодежки ОНФ совместно с Российским экологическим обществом Края провели субботник. Они собрали 10 кубометров мусора. Две группы работали на берегу, а третья забирала готовые мешки с мусором на лодках. После все это погрузили в самосвал мусороборочной компании. Мы убирали территорию на берегу реки Кубань возле водоохранной зоны заповедника Красный Кут. Мы убирали бутылки, мусор, различные пластиковые пакеты. Все то, что оставили там люди. Активисты призывают гостей и жителей нашего города не мусорить вблизи реки Кубань и выражают благодарность всем, кто принял участие в субботнике. Отметим, что подобные акции в Краснодаре инициативная молодежь проводит регулярно. И каждый из нас может не только подключиться к таким субботникам, но и самостоятельно его организовать. Ведь, как известно, убирать вокруг не стыдно, стыдно жить среди мусора. Помощь бывает разная. Главное, чтобы она несла добро людям и радость тем, кто ее оказывает. Электроосень. Это не название новой краснодарской рок-группы, а проект экоактивистов. Акцию эту запустили в Москве, а сейчас присоединилась и краевая столица. Суть проста. Нужно сдать нерабочую бытовую технику на переработку. Старый пылесос, компьютер, мобильный или принтер. Принести можно любые негабаритные электроприборы. Предметам помогут обрести новую жизнь волонтеры чистой среды. Нужные рабочие запчасти пригодятся для производства новой техники. Это как с пересадкой органов. Принять участие может каждый из нас. Для этого принесите перечисленные выше приборы в офис организации «Чистая среда» и передайте их руке организаторов. Принимать технику будут 22, 25 и 29 октября с полудня до 7 часов вечера. За все информации обращайтесь по телефону. Из-за высокой пожароопасности на всей Кубани запретили заходить и въезжать в леса. Ограничения будут действовать до 8 ноября. Сейчас объявлен пятый самый высокий класс пожароопасности. В этот период в лесах запрещено разводить костры и сжигать мусор. Вся информация указана на знаках специально установленных у дорог. На въездах в леса будут дежурить дружинники с казаками, полиции и МЧС. За обстановкой будут следить и беспилотники. Напомню, в августе этого года около Анапы в поселке Большой Утриш в заповеднике в пожаре сгорели 126 гектаров уникального леса. Огонь тушили двое суток. За это время погибли краснокнижные можжевельники и фисташки, возраст которых достигал 900 лет. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Но если в лес нам пока нельзя, то не гулять по городу мы с вами не можем. Тем более, что он сейчас прекрасен особенно. Экскурсия – один из способов познакомиться с ним, окунуться в его историю и понять культуру. И что меня радует, в краевой столице их очень много. Сегодня в Краснодаре стартовал конкурс на лучший экскурсионный маршрут. Побороться за звание самого интересного маршрута может каждый сотрудник сферы туризма. По итогам присланных работ будет составлена база экскурсий, создающих положительный имидж и туристскую привлекательность краевого центра. Самое главное, что предложенный участниками конкурса маршрут должен включать в себя посещение скульптурной композиции «45-я параллель» на улице Захарова. Отмечу, что этот конкурс проводится благодаря Краснодарскому региональному отделению Русского географического общества и Министерству курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края. Заявки на участие будут приниматься в течение месяца до 20 ноября. Когда пандемия пошла во благо. Краснодарский художник Павел Николаев воплотил в жизнь давно задуманную идею. Помогла самоизоляция. У мастера кисти появилось много свободного времени и теперь его фантазийные образы, выполненные маслом на обоях, красуются на стенах галереи «Артсоюз». В свое время подарили нам альбомы образцов обоев. И у меня была идея сделать работы, но руки не доходили. А тут вот сама судьба дала в руки вот это. Каждому типу обоев нужен свой подход, свой рисунок и стиль, как рисовать. Так что вот такая выставка разнообразная она. И если животных на графических картинах узнать мы можем, то и дело мелькают коты, львы и домашние птицы. То к написанию людей и человекоподобных существ художник подошел более абстрактно. Большие головы и крылья – авторская отсылка к ангельскому лику. Образы в теплых цветах вызывают самые приятные ощущения и чем-то напоминают добрые советские мультфильмы. Приходите на выставку Павла Николаева «Рисунки на стенах» до 25 октября и убедитесь в этом сами. Вход в галерею свободный, только не забудьте надеть защитную маску. Ну и какой выпуск новостей без спорта, особенно европейского масштаба. Сегодня футбольный клуб «Краснодар» встретится с французским «Реном» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет во Франции и букмекеры отдают свое предпочтение красно-черным. Пусть у команды Жюльена Стефана пока идет серия матчей без побед, у горожан серьезные кадровые потери перед этой игрой. Как минимум не примут участие в матче главный креатив команды Реми Кабелло и главный тренер команды Мурат Мусаев. Положительные тесты на коронавирус заставили их остаться в краевой столице. Как будут решать эти проблемы черно-зеленые, мы узнаем уже сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00. А на этом наш эфир подошел к концу. Еще больше важных и интересных новостей вы найдете на нашем сайте tv-crasnodar.ru и на страницах в социальных сетях. Мы есть во всех. А я с вами ненадолго прощаюсь. Увидимся совсем скоро на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин